Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Ольга Прокудина. Люблю выращивать растения, овощи и цветы и дома, и на своей небольшой дачке. Мы с вами давно не виделись, я не записывала и не выкладывала видео, потому что первый сезон и первый сезон моего блога был окончен. Высасывать темы из пальца мне как-то не хотелось, и поэтому уже сейчас обновленная, с новыми силами, с новыми темами, я вместе с вами будем снимать и откроем второй сезон блога разговором о сортах баклажанов. Я решила начать именно с баклажанов, потому что уже совсем скоро мы будем сажать рассаду. И вот какие же сорта нам посадить, чтобы получить отличный урожай. Вот сегодня я вам расскажу, как по моему мнению, какие сорта я бы вам рекомендовала, и у вас бы получился отличный урожай. Итак, начнем сначала с семян моей любимой золотой сотки Алтая, конечно же. Первый баклажан это будет гибрид аритуса. Я бы его рекомендовала как аналог баклажана Бибо. Все мы знаем, да, кто любит выращивать белые баклажаны. Вот был такой баклажан Бибо, белого цвета, очень урожайный, без горечи, вкус прекрасный. Многие его очень любят, но, к сожалению, производитель снял его с производства. И поэтому я рекомендую вам, если вот как бы расстроены тем, что этого гибрида больше не будет, гибрида Бибо, я бы вам рекомендовала попробовать аритусу. Это тоже высокоурожайный гибрид раннего срока созревания. Можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. Довольно крупные плоды у него от 200 до 400 грамм. Средней высоты растения. Мякоть очень вкусная, нежная, как у всех белых баклажан. В общем, если посадите, я думаю, вам очень понравится. Второй гибрид баклажана, сортовые баклажаны я не стала брать на обзор, потому что это уже довольно известные сорта, типа алмазы, веры, там это все уже знаем. Если кто любит, если кто любит классику, да, то выращивают старинные сорта и не заморачиваются. Но если мы хотим вырастить что-то новенькое, что-то новенькое попробовать и получить отличный урожай, то пробуем гибриды. Вот очень популярный гибрид Эпик. Многие, наверное, его уже выращивали. Это ранний гибрид, устойчив к заболеваниям, можно выращивать и в теплицах, и в открытом грунте. Он устойчив к пониженным температурам, а также к плохому освещению, то есть устойчиво будет таким условием выращивания. Плоды, правда, не очень крупные, до 250 грамм, ну 300 грамм. Но очень вкусный баклажан, генетически без горечи, универсального назначения. Если кто еще не пробовал Эпик, попробуйте. Результат будет отличным. Так, и у меня здесь две еще новиночки от Золотой Сотки Алтая. Первый баклажан это черныш. Баклажан этот раннего срока созревания, высокая урожайность. Куст среднерослый, плоды, правда, такие 250 грамм, 200-250 грамм, то есть это не гигант. Кто любит вот такие небольшие баклажанчики, аккуратненькие по форме. Вот, пожалуйста, отличные вкусовые качества и универсальное назначение. Очень вкусный баклажанчик черныш. И еще один сорт, это селекция Семка, хит-продаж. Так, баклажан Фиолетовое чудо. Очень урожайный, раннего срока созревания. Плоды очень аккуратные, красивые. Масса до 350 грамм. Вкусный, без горечи. Очень приятный вкус. Вот такой красивый баклажанчик. На этом мы по золотой сотке Алтая пока закончим. Подобрала я только 4 баклажана. Дальше я хочу от фирмы Гавриш показать сорта. Вот Багира очень популярный гибрид. Да, это уже давний. Ну, как бы, если говорить о Гаврише, много сортов и гибридов для выращивания именно в теплице. Агрофирма Гавриш специализируется очень много гибридов для выращивания именно в теплице. Вот такой баклажан, скорее всего, предназначен для выращивания в теплице. Мы можем посадить в открытый грунт, но максимально хороший результат мы получим, конечно, при выращивании в теплице. Это средний спелый сорт, куст высокий, до метра двадцать, плоды овальные, до двадцати сантиметров, масса до трехсот грамм. Очень вкусный, без горечи. Вот такой очень красивый баклажан, нежный вкуль, до трехсот грамм плоды. Для любителей вырастить гигантские баклажаны, это хит продаж Илья Муромец. Огромные плоды, до сорока сантиметров длиной, а масса может достичь до семисот грамм. Это, конечно, очень мощное растение. Наилучший результат вы получите в теплице. Но в открытом грунте тоже можно. Мякоть очень вкусная, без горечи. Очень популярная. Если вы еще не сажали Илью Муромца, то обязательно попробуйте. Ну и три баклажанчика от агрофирмы «Русский огород». Это прям такие проверенные хиты, которые всегда дают отличный урожай. Первый – это баклажан «Жизель». Раннеспелый, холодостойкий, высокоурожайный баклажан. Масса до пятисот грамм. Конечно, лучше будет выращивать в теплице, но в открытом грунте тоже можно. Вот такой баклажан «Жизель». Так, следующий баклажан – это марципан. Раннеспелый, очень урожайный. Я сажаю неоднократно, но чередую, через сезон его сажаю. За что я его люблю. Вот самый вкусный из всех сортов, что я пробовала. В плане, если жарить его на гриле. Вот на электрогриле я поджариваю, очень вкусный. Вот я даже, сказать ему, вроде у многих сортов, вернее гибридов, нет горечи. Но по вкусу вот марципан мне больше всех нравится. Поэтому, если много любите жарить на гриле баклажанчики, потом сделать такой бутербродик вкусненький, либо врачи давать с мяском, очень вкусный баклажан, рекомендую. И урожайность прям отличная. Ну и баклажан-щелкунчик. Если вы еще ни разу не выращивали баклажаны, то рекомендую начать именно с этого гибрида. Вот когда-то я начинала выращивать, когда купили мы дачу. И первый баклажан, который я вырастила, это был щелкунчик. Проверенный всегда результат. Очень раннеспелый. Крупные плоды до 300 грамм. Прям урожайный. Вот плоды завязываются до самого верха. И это продолжается очень-очень долго. Урожайность прям отличная. И плоды очень-очень вкусные. Конечно, не настолько мне понравились, но тоже без горечи. Вкусные нежные баклажанчики. В общем, щелкунчик тоже очень нравится. Ну и на этом все. Немножко я не стану вас сильно утомлять сегодня. Думаю, вам понравится. Посмотрите, поизучайте, попробуйте. Если видео было вам полезным, буду рада, если вы поставите лайк. Это будет как обратная связь. Ну и на этом все. Рада была возобновить связь с вами. Надеюсь, будете в новом сезоне постоянно со мной. С любовью. Ваша Оля. Субтитры сделал DimaTorzok